Нырнуть в сугроб после хорошей баньки – удовольствие. А как организовать себе отличную, да истинно русскую парилочку? Баня – волшебное место. Волшебство заключается в том, что здесь четыре стихии. Первая стихия – это огонь. Чтобы баня согрела, омолодила, очистила, банщики рекомендуют не использовать поленья осины и тополя. От них нет жара. Самое главное условие топки бани – это сухие дрова. Конечно, береза дает больше КПД, чем осина, например, или любое другое дерево. Но если мы хотим разжечь, растопить баню моментально, и было много жаровней, тогда мы возьмем дрова, которые содержат много смолы. Это все хвойные породы. Самый главный эффект от бани, так же, как и от массажа, это улучшение крово-лимфотока периферического. Человек идет в баню для чего? Для того, чтобы погреться. То есть у него есть какое-то состояние холода. Там не должна быть какая-то сверхтемпература. Сверхтемпература – это, например, 80. Такой температуры в природе нет, поэтому ее не нужно создавать и в парной. Не должно быть повышенной температуры и у вас. Если она больше 36,6, в баню нельзя. Масла использовать нужно с большой осторожностью. Почему? Потому что надо знать аллергию. Есть аллергия на них или нет. Пихтовое масло расслабляет человека, но в то же время очень сильно тонизирует сердечно-сосудистую систему. И ланг-ланг, наоборот, возбуждает. Возбуждающее масло. Апельсин туда же. Главный атрибут парилки – веник. Но пихта, можжевельник, сосновые веники. В общем, все хвойные породы. А как-то вот они зимой поинтереснее идут, что ли. Запаривать веники лучше всего в объемной какой-то посуде. Вот такая вот железная ванночка. В нее мы складываем все веники, которые будем использовать для парения. И заливаем веники теплой водой. И теплая вода – это в районе 40, наверное, градусов, где-то так. А если мы зальем веник кипятком, то он превратится в веник, которым можно подметать полы. А нам нужен веник со всеми фитонцидами и полезными веществами. А от кипятки лист сваривается и всю свою полезность отдает воде. Профессионал рекомендует париться в горизонтальном положении, чтобы не перегревалась головушка. Ах, Ваня, 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 малиновый ты жар, березовый тугмятый, да веничек пропарь. Ах, Ваня, 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 ты добрая маманя. Ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль. Ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль. Из фольклора известно, после ссоры с супругом лучше всего мириться в баньке. Теперь банщики изобрели новую традицию – желание загадывать. Человек может загадать желание попросить чего-то у банника, исцеление от каких-то болезней, либо бентли. Все это обязательно исполнится. И эту водичку мы выливаем на каменку и в загадочной воде будем париться. Традиционная русская баня имеет общие корни с финской. В основе скандинавской также влажный воздух. А то, что мы привыкли называть финской сухой сауной – это современный способ погреться в городских условиях и сэкономить время на растопке банной печи. По-сибирски парились Наталья Винокурова, Анастасия Кузьмина и Константин Шубкин. Винокурова, Анастасия Кузьмина и Константин Шубкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова